Здравствуйте! Мы продолжаем с вами наше путешествие по национальным мирам. Если можно так выразиться, мы с вами пытаемся нарисовать портреты национальных миров. И вот сегодня портрет третий. Мы поговорим о Германии. Итак, эскизно, если намечать германский образ мира, то здесь нужно отталкиваться от хорошо известного термина философии в культуре, который по-немецки звучит «Weltanschauung». И первый вопрос, естественно, каковы космос и природа Германии, и какие идеи и ценности они подсказывают стране и своему народу. Вот в отличие от Эллады, Германия – земля континентальная. Большей частью, на самом деле, страна имеет мало отношения к морю. Хотя на севере, на берегах Балтийского моря, в свое время образовался знаменитый Гонзейский союз портовых городов, таких как Гамбург, Любек и Бреймон. Но немцы на самом деле не мореходы, не моряки, в отличие, например, от греков и англичан. И стихия воды, как это ни покажется парадоксальным, мало весома вот среди тех четырех элементов, к которым мы обращаемся, когда рисуем национальные портреты. Но на уровне психеи она все-таки многозначна. И вот по-немецки душа, зелья, связана своим корнем с водой. Буквально можно ее интерпретировать как морская. И, с моей точки зрения, вот это и проливает свет на ту сентиментальность, что характерно для немецкой души. Более весома для немецкого космоса это, конечно, стихия Земли. Она преобладает в Германии. Но не только она. Несмотря на преобладание в немецком космосе всего, что связано с Землей, в чем-то богиня Земли, Эрда, уходит на второй план. А наиболее значим в германской мифологии, в том числе, знаменитый Локи, чем элемент огонь. Обратите внимание, огонь играет выдающуюся роль, в том числе и в знаменитых сказаниях о небелунгах. Да и вообще во всей германской мифологии. Начиная с небелунгов и заканчивая, скажем так, широко известными романами Толкиена. Все возвращается в стихию огня. И кольцо небелунгов, точно так же, как и кольцо Мордора, гибнет в огнедыщащем вулкане. Итак, возвращаясь к стихии огня, к образу, мифологическому прообразу огня Локи. Напомню, что вокруг огня вращается все германское сказание о небелунгах. В основе всего этого сказания лежит представление о том, что Локи это активный и хитрый бог, который благодаря своей, как не покажется парадоксальным, деструктивной, разрушающей, негативной функции, негативной, деструктивной роли и поведению, в то же время стимулирует активность прочих элементов, которые более инертны. И вот так вот на самом деле и появляется в немецкой культуре то, что потом будет названо духом отрицания и сомнения. Именно к этому духу в прологе к Фаусту признавался христианский бог. И в разных вариантах и ипостасях вот этот дух, дух разрушения сопровождает шествие германского духа, германского народа в истории и в культуре. При этом Люцифер иногда изображается как самое совершенное создание бога. Например, в известной книге средневекового мистика Якова «Беме», «Аврора» или «Утренняя заря» Люцифер противопоставлен в своей красоте сыну бога. А Мартин Лютор, например, по его собственным дневникам вообще чувствовал дьявола столь близким и постоянно активно с ним взаимодействующим во внутренней жизни и во внешней существовании, что, как рассказывает легенда, он даже запустил чернильницей в темный угол комнаты, где, как ему показалось, Мартину Лютору скрывался дьявол. Ну а что уж касается геотовского Фауста, образа Мефистофеля, который вошел во всю европейскую культуру, то он выступает и не только, скажем так, в оперле Шарля Гуно, но и во многочисленных экранизациях Фауста. Выступает как симпатяга, как очень остроумный и ироничный искуситель вот того самого сонного германского Михеля, каким предстает опять-таки в геотовской трагедии сам Фауст. Сон Мефистофель и говорит о себе, я вот та самая частица, которая вечно желает зла и вечно творит добро. Отсюда, как ни парадоксально, еще одна очень интересная составляющая германской модели мира, германского космоса и германской психологии. Это идея творческого зла. Пожалуй, вот эта идея, идея творческого зла нигде так не развита, как в германской мысли. И сам Бог благословляет дух отрицания на его искусительную деятельность среди людей. Именно вот в том самом прологе к Фаусту, когда Господь беседует с Люцифером, он и говорит, слаб человек, покорствуя у делу, он рад искать покоя, потому дам беспокойного я спутника ему. Имеется в виду Мефистофель, который должен сопровождать Фауста. И последняя, заключительная фраза реплики Бога, как бес дразня его, пусть возбуждает к делу. Отсюда германский вариант разрешения проблемы Теодицеи, то есть оправдание Бога за наличие допущения зла в мире. И выясняется, немцы в это верят, что зло нужно, зло необходимо, как подстрекатель к деятельности, к труду, к тому, что называется ургия. Для того, чтобы тот же самый Фауст, когда он сидит в своей келье над переводом Евангелия от Иоанна и читает первую фразу Евангелия, звучавшую «в начале было слово», он задумывается и на сцене возникает длительная пауза. И только потом Фауст произносит «нет, не так, перевод вряд ли будет правильным, напишу-ка я по-другому. В начале было дело». Именно виды зла, различные виды зла, в том числе и нужда, это стимул к труду. Вот отсюда берет начало удивительное для всего европейского, не говоря уже о русском, менталитете тяга к труду у немцев. Итак, постоянное движение, постоянный труд, постоянное присутствие зла, которое стимулирует к добру через труд. То есть весь германский психологос и космос проникнут принципом движения, развития, но не в статическом построении, а в переходящем от одного к другому за счет того, что позже Гегель назовет отрицательностью. Отрицательность – это орудие развития. В основе развития лежит противоречие. Но противоречие понимается при этом не как беда разуму и бытию, но как некий агент, автор созидания, автор-созидатель. При этом, естественно, необходимо все время приступать, переступать определенные границы, потому что одно отрицание ведет к отрицанию другому. Отсюда знаменитый гегелевский принцип, который потом был доведен, на самом деле, до абсурда в работах Маркса. Принцип отрицания – отрицание. Дело в том, что все в поведении человека, в космосе, в социуме, в обществе, в мире, оно переступает через двойное отрицание. Ну и, соответственно, это ведет к противопоставлению гения германского логоса тому, что представляет собой миропонимание англичан, либо греков, либо французов. Вот превосхождение меры. Давайте с вами вспомним самое начало 20-е годы прошлого века, нацизм в Германии. Вот это вот превосхождение меры, попытка превзойти границы природы и Бога. Вот это отличает германский дух, огненное воплощение германского духа от такого принципа, меры, как это было принято, например, в Греции. Освальд Шпенглер, выдающийся философ начала прошлого века, различил Грецию и Германию как две совершенно разные души, как душу Фауста и душу Аполлона. И вот для Фауста, для Фаустовой души характерна эстетика безмерного, возвышенного, вместо категории прекрасного. В ней действует какой-то жар, огонь, беспокойство, а не свет созерцания, как это было в Элладе, на Средиземном море. Фаустовская душа – это постоянный порыв и стремление. Не случайно в европейскую культуру вошло такое словосочетание, которое даже уже и не переводится на другие языки, как «штурм» и «дранг». В русской культуре известно такое словосочетание, как «дранг», «дах остын». Об этом чуть позже. Вот если перевести это смутное стремление немцев к постоянному, повторяющемуся, перманентному стремлению выйти за пределы, превзойти какую-то меру, превзойти, выйти за грани своего собственного космоса. Если перевести эту тенденцию на язык четырех стихий, то мы получаем, что в основе германского космоса лежит огонь и земля. Вот стремление к превосхождению пределов, о котором я постоянно говорю применительно Германии, это динамический дух германства и объясняет с моей точки зрения склонность германского духа, человека, немца, к бунту, к протесту, к атеизму, как ни странно. Мартин Лютер, отец протестатизма, который был в частности и национальным германским отрицанием итальянского космоса. А итальянский космос, психология, итальянский логос на германской земле был в ту эпоху представлен римско-католической церковью. Вот он, Мартин Лютер, в своем отрицании протестовал против романа католического варианта христианства, создав протестантскую веру. А Ницше мечтал о сверхчеловеке, о превосхождении меры человека. И тот же Ницше писал, что человек должен быть преодолен. И если бог существует, говорил Ницше, то как я могу вытерпеть не быть богом? И вот в то же время немцы пресловуты своим механическим повиновением, приказом любой власти. Давайте опять-таки вспомним эпоху нацизма в Германии, 20-30-40-е годы. Вот как же тогда объяснить это противоречие? То есть абсолютная покорность и в то же время постоянная тяга к бунту, к тому, чтобы самому быть богом. Все русские путешественники, начиная с Карамзина, не говоря уже о современных туристах, удивляются, глядя на то, как немцы стоят перед красным сигналом светофора, хотя никаких машин вблизи не видно. Совершенно два разных стереотипа поведения, вне зависимости от сигнала светофора, если нет машин, то почему не перейти улицу? Но немцы при этом будут стоять и ждать зеленого сигнала светофора. Вот это то, что можно назвать формой закона. У немцев априори присутствует уважение к форме закона, а не просто к его конкретному смыслу и применению в данной ситуации. То есть уважение к закону – это определенного рода самоуважение человека. Ну а русский же в точно такой же ситуации рассуждает, скажем так, более субстенциально и экзистенциально. Для него важна реальная ситуация. Нет машин, почему, собственно, надо стоять. Вот здесь мы подходим к тому, что можно назвать проблемой противопоставления двух психокосмических категорий – категории гонии и ургии. Во всей Европе немцы прославлены как мастера. Я уже говорил о том, что немец просто не может не работать. И не просто не работать, он органически не может работать плохо. Дело в том, что труд для немецкого космоса осуществляет синтез между двумя главными элементами, которые формируют весь немецкий космос. Это элементы, напомню, земля и огонь. И вот индустрия, прославленная немецкая индустрия, по сути дела, и есть сочетание огня и земли. Форма и структура – это земля, которая прошла горнила огня. И, соответственно, весь мир, все мироздание, все бытие именно начинает мыслиться как мироздание. Вот я хочу обратить ваше внимание на вторую часть этого слова – мироздание. Здание, дом, по-немецки хаус. Это универсальная модель для всего абсолютно, что входит в структуру германской ментальности, германской модели мира. Всякое существо, всякая вещь понимается как структура. Именно структурализм и в науке, и в культуре ведет свое происхождение от немецкой мысли, от работ Эммануила Канта. Из его работ, на которых потом будет основываться Карл Маркс, в работах Канта был заложен фундамент, обратите внимание на это ключевое слово, фундамент для здания будущей философии. То есть была подведена некая основа, а дальше Хайдеггер напишет про дом бытия. Вспомним, что Маркс, то, как его восприняли наши русские большевики, тоже говорил о фундаменте и надстройке. То есть совершенно явно выраженный образ дома с фундаментом и основным зданием. Возвращаясь к феномену того, что немец безусловно подчиняется власти, подчиняется вышестоящему начальнику, вот этот феномен можно словами Ницше обозначить как воля к власти. Напомню ту самую тезисную идею Ницше о том, что как же я могу не быть Богом. Вот эта воля к власти и представляет собой в германском космо-психологасе одну из основных осей пространственных вертикальных измерений. И вообще вертикаль, вертикальное измерение преобладает в германском образе мира над образом горизонтальным. Ну, скажем так, нитшанская идея сверхчеловека – это стремление к власти по вертикали. Любая немецкая кирха, готический стиль – это ярко выраженная архитектурная вертикаль. А если мы сопоставим с этим итальянский космос, о котором мы говорили в прошлый раз, то, напомню, там в основе этого образа лежала арка. То есть это нисходящая вертикаль, нисходящая как благодать и милость божества на человека. Вся итальянская архитектура, романская архитектура напоминает некую мягкую женскую обтекаемость, в то время как немецкий, готический стиль делает акцент на мужском начале, на мужестве, опять-таки на воле к власти. Еще одна очень интересная закономерность, если мы сравним, например, греческий образ мира и образ мира Германии. В греческом образе мира преобладает все-таки животный символизм, а в Германии растительный. И дерево на самом деле в германском образе мира это даже некая модель, равномощная модели дома. Такая же всеорганизующая и все подбирающая под себя. Немецкому лингвисту Вильгельму фон Гумбольту принадлежит идея, например, о том, что все языки мира связаны между собой родственными связями, и ему удалось построить так называемое генеалогическое древо языков. Лес, поэтому дерево для немцев это учитель музыки. Это то, что породило в немецкой культуре симфонический оркестр, состоявший в основном из деревянных инструментов в их разнообразии. Плюс голоса птиц, голоса зверей и шелест леса. Пожалуй, вот это то, что наполняет оперы Рихарда Вагнера, в которых наилучшим образом, начиная с Зигфрида, Парцифаля, и, конечно, в классическом кольце Нибелунгов воплощается германский психокосмолог. Растительный символизм проявляется и в буквах готического алфавита, которые носят древовидный, стеблевидный характер. Да и слова немецкого языка тоже подобны дому. Дело в том, что немецкий корень гласный окружен с двух сторон согласными, как дом, который состоит из стен. Ну, например, Ганс, Фритц, Траум, да и сам хаос, слово дом. В отличие от открытых слогов в языке, например, итальянск, в Италии, в Греции открытость жизни и нравов, да и самого жилища, колоннады, портики, такого вы не найдете в Германии. Это в Италии все на свету и на виду. Отсюда и открытость, например, итальянского языка. А на севере Европы люди живут в другом климате, они более скрытны, они закрывают двери в свою внутреннюю жизнь, а не только в дом. И в этой внутренней жизни, как в своем доме, они сидят у своего очага. Они более формальны в своих отношениях. Они привыкли сдерживать эмоции и прячут их, точно так же, как душа прячется за стенами тела. В музыке, в немецкой музыке, мы встречаемся с теми же самыми явлениями. В опере, хотя это жанр, пришедший из Италии, в Германии, например, в немецкой традиции, в немецком театре, он упрятывается и спускается в так называемую оркестровую яму, чего нет, например, изначально не было в итальянской культуре. Еще один интересный момент, связанный с германским, как я уже говорил, ургийным гением. В Германии космос звучит через камень и дом как модель этого космоса. И обратите внимание вообще на архитектуру немецкого дома. Это не просто дом, это определенная оппозиция дом и пространства вне дома. И вся сосредоточенность человека на своем «я» – это, по сути дела, сосредоточенность немца на своей внутренней жизни. Итак, мы только что с вами пришли к выводу, что в германском образе мира вертикаль преобладает над горизонталью. Как ни странно, именно это очень сближает Германию и Россию. Это то общее, что делает Германию и Россию нечто единым, неким евразийским пространством. Может быть, поэтому Германия и Россия так понятны друг другу в культуре, в типе психики. И у нас, и у немцев преобладает внутренняя сосредоточенность и рефлексия. Недаром русские интеллектуалы и любомудры XIX века испытывали наибольшее влияние именно германской философии и германской литературы. И западники, и славянофилы на самом деле питались из одних и тех же интеллектуальных, замечу, немецких источников. Да и марксизм, напомню, пришел в нашу страну из Германии, обернувшись революцией 1917 года и всем, что за этим последовало. Именно поэтому, обращая ваше внимание на вертикаль, нужно по-новому осмыслить вот тот самый штурм und drang. Вот это стремление перейти границы. Это горизонтальное стремление на восток, на самом деле, drang nach Osten. Вот это стремление к жизненному пространству, оно внешнее по отношению к исконным вертикали немецкого бытия. Да, германские войска во всех абсолютно войнах прибегали к тактике прорыва. Да, действительно, вот это стремление к выходу за пределы своего собственного космоса присутствует на протяжении всей германской истории. Но оно, к сожалению, для немцев, для всей германской истории оборачивается всегда поражением. Всегда, в любом случае, вот этот прорыв за границей заканчивается возвращением немецкого народа в границы своего космоса и к восстановлению, к приоритету все-таки вертикальной структуры жизни, а не расселения по всему континенту, по всей Евразии. Вот обратите внимание и на геополитическое положение Германии. Центр Европы и северо-запад континента Евразии. На самом деле призвание Германии быть мостом между Западной Европой и Европой Восточной, где присутствует Россия, Польша, Балканы. И напомню, что Пруссия, на самом деле, Берлин и Севернее, это почти Россия. И в плане космоса, и в плане ландшафта. И вот это перетекание, постоянное перетекание и взаимопроникновение, причем мирное, кормящееся опытом и культурой, характеризует все взаимоотношения между Восточной Европой и Германией. Германия, по сути дела, это такой мостик между Европой и Азией. Отсюда берут начало и идеи индо-германства, арийства. Отсюда такой интерес к Индии, к Персии, к Ирану. Отсюда геотовский западно-восточный диван, и отсюда же знаменитый образ Заратустры у Ницше. А посмотрите на германский национальный флаг. Он состоит из трех горизонтальных полос. Это как бы этажи дома. Причем верхняя черная означает стихию земли, Средняя красная означает кровь человека, который посредник между землей и небом. Ну а нижняя золотая – это солнце, это огонь. Вот такой парадоксальный, противоестественный порядок. Вся гамма цветов соответствует огне, земле. Огненная земля – это промышленность, это индустрия. Сырье земли пропускается в труде через огонь и обретает форму. Результирующий же цвет из комбинации черное, красное, золотое – это цвет, напомню, коричневый, то есть цвет обожженного кирпича. Недаром и уголь, например, в Германии в основном бурый. И именно коричневые рубашки, коричнево-рубашечники – это цвет одежды избрали националисты 20 века в Германии. Вот такая интерпретация всего космо-психологаса может быть предложена, даже если обратиться к символам государства, каковым является флаг, государственный флаг. Пространство бытия в Германии поделено достаточно четко. Есть город, где существуют граждане и бог, и существует поле. Ну, а в поле, как известно, и в лесу полно нечисть. Кстати, национальный гимн Германии, такие как «Wacht am Rhein» или «Германия превыше всего» «Deutschland über alles» опять-таки излучают образы крепости, города. И в то же время высоты и усилия стремления ввысь. Напомню, Германия превыше всего. Deutschland über alles. Вот эта позиция, немецкая позиция ограды от наружного мира видится и в гимнах, и в противопоставленности города и негорода. И еще одна очень яркая, с моей точки зрения, иллюстрация к тому, что представляет собой специфика национального космоса Германии. Речь пойдет о знаменитом стихотворении Гюэта «Горные вершины», известной у нас хорошо в переводе Лермонтова. Ну, на самом деле, перевод у Лермонтова достаточно вольный. Напомню, в таком прозаическом переводе «Поверх всех вершин гор покой, Во всех верхушках деревьев Чуешь ты едва одно дуновение, Птицы молчат в лесу, Подожди немного, скоро отдохнешь ты тоже». Тема отнюдь придумана не самим Гюэте, она восходит к 4-6 веку до н.э. Это греческое наследие, переработанное уже в германском варианте. Это такая перекличка между Гюэте и античной традицией. И самое главное, что добавляет Гюэте к мировосприятию вот той античной Греции. А он добавляет последнюю строку при всей аналогии к тому, что было написано в VI веке, не было вот этой последней строки «Подожди немного, отдохнешь и ты». Здесь у Гюэта присутствует «я человеческая», некая субъективность, отнесение природы к внутреннему миру души. А вот Лермонтов, когда переводит уже стихотворение Гюэта на русский язык, он переводит не только это стихотворение, он перелагает ощущение Гюэте на русский космос. И в лермонтовском варианте, хорошо известное со школьной скамьи, стихотворение звучит уже следующим образом. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Космос становится плоским от вершин к низу долины, а не ущелья, как у Гюэта. Дорога и листы деревьев тоже плоские, это не иглы и не макушки сосен, как это было у Гюэта. И дорога Лермонтова при переводе вносит совершенно другой мотив. Это путь-дорога, это странник. И вместо выси появляется даль. Это совершенно иное измерение бытия. И, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать при описании германского космоса. Рустамов комплекс. Отец убивает сына, старое сильнее молодого. Это типично и для Германии, и для России. Это проступает достаточно ярко в немецком космосе. И тем яснее, с моей точки зрения, здесь и проступает при сравнении Германии и России вот это сродство по евразийской сущности между двумя странами, между двумя космосами, между Германией и Россией. То же самое мы встречаем, тот же Рустамов комплекс, мы встречаем в кольце Небелунгов, у Вагнера. Гибнет юный герой Зигфрид, а старый Фатан, бог, жив. И ему еще оплакивает свою дочь Брунгильду, Валькирию. И в Фаусте Гёте гибнет Эфарион, сын Фауста и Елены. А Фауст продолжает свой путь. Он одержим своим германским стремлением достичь того самого прекрасного мгновения, которое он хотел бы остановить и продлить, и выйти из рабства у времени. В рабстве у времени вот такой образ можно применить Германии. Вот в этих тенетах времени, в рабстве у времени прибывает Германия от момента своего возникновения и до наших дней. Причем вот эта закабаленность во времени у Германии, с моей точки зрения, больше, чем закабаленность Германии в пространстве, как, например, представлялась эта идеология нацизма в 20-е и 30-е годы. Пространство было преодолено, но, к сожалению, опять возвращено в свои границы, была германская психея и опять Германия попала в рабство коври. Вот таков портрет Германии, который я хотел бы в общих чертах вам представить. Всего доброго! В следующий раз мы поговорим с вами о космосе Франции. Франции 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 Фран